Потворствует коммерсантам, которые получают ежемесячный доход порядка 700 тысяч рублей. Сейчас его арендует Магнит и приносит свыше 6 миллионов рублей в год дохода вот этим хорошим и правильным людям. И когда Самарин начал жаловаться в инстанции, Мухамедзянов не придумал ничего лучше, как заявить, что обращений не было. Но тут уже полный, абсолютный подлог. Необходимо обратить внимание руководству республики Хабирову. Это для него было бы, может быть, очень полезно понять сущность происходящего. Мы продолжаем заниматься персоной господина Фазрахманова, нынешнего министра сельского хозяйства. И продолжаем анализировать его подвиги на посту еще главы администрации Довлекановского района. Потому что, не поняв подоплеки, мы не сможем точно и правильно оценить его деяния на посту министра уже в дальнейшем. На прошедшей неделе мне поступило много дополнительной информации по подвигам и деяниям господина Фазрахманова и его наследника на посту главы администрации Довлеканова господина Мухамедзянова. И мы поговорим о том, что же творили эти люди с государственным муниципальным имуществом, чтобы подтвердить или опровергнуть те вменяемые заслуги господина Фазрахманова. Напомню, что по версии официальной власти он добился каких-то немыслимых успехов, управляя Довлекановским районом настолько эффективно, что впоследствии был удостоен должности министра сельского хозяйства не меньше. Слава богу, что он не успел стать премьер-министром по результатам этих подвигов. А подвиги эти можно проиллюстрировать тем, как странно он, я имею в виду Фазрахманов и его последователь Мухамедзянов, безусловно, им же туда и назначенный, распоряжались муниципальным имуществом. Есть несколько кейсов, несколько историй про то, как странно и противоречиво происходили вот эти процессы в Довлеканово. Довлеканово небольшой город с населением порядка 25 тысяч человек. Всего в районе проживает 45 тысяч человек. Район, прямо скажем, такой не самый населенный, но очень энергичный, 100 километров от Уфы, достаточное количество каких-то предприятий, хотя и не очень существенных. И вот, естественно, камнем преткновения является земля в черте населенного пункта, естественно, за нее идет борьба каких-то групп и каких-то коммерсантов, это абсолютно нормально. Люди что-то хотят строить, развивать какой-то бизнес. И вот одна из историй. Некий господин Глебов Довлеканово получает участок земли, 30 соток в центре населенного пункта, получает его под застройку, не платит аренду, как иногда это бывает. Кумс обращается в суд. Суд, естественно, принимает решение в пользу Кумсу, потому что там все понятно, аренда не уплачена, пора все это, значит, изымать использование. Тем временем господин Глебов каким-то образом за 700 тысяч рублей всего уступает это право аренды господину Эснеру, местному тоже коммерсанту. И на этом участке там начинается какое-то строительство незавершенное, и в общем в этот момент это все переходит Эснеру. Судебное решение уже есть, и в общем-то уже надо изымать участок, сносить незаконно построенные эти все постройки и передавать обратно все в собственность муниципалитета. Но господин Фазрахманов принимает совершенно фантастическое решение, которое, кстати, до сих пор действует. Несмотря на решение суда низшей инстанции, несмотря на подтверждение этого решения судом апелляционной инстанции, участок так и остается в прежнем положении. На нем возводятся, значит, там торговые помещения, идет бизнес, сдается в аренду эти помещения. То есть вот это иллюстрирует то, что господин Фазрахманов по невыясненным причинам и мотивам идет на нарушение закона, а решение суда вносит силу закона, как известного Российской Федерации, и потворствует коммерсантам, которые получают ежемесячный доход порядка 700 тысяч рублей только от аренды помещения, значит, на этой незаконно занятой земле в 30 соток. Вот одна история. Есть другая история. Например, на улице Тукаева был продан под застройку участок всего в 7 соток за 6,5 миллионов рублей. Я имею в виду улицу Тукаева, естественно, в городе Давлеканово, а не в городе Уфе. И вот если соотнести вот эти истории, то есть вот участок в 30 соток не продается с торгов за соответственную пропорциональную сумму, не возвращается по суду обратно в муниципальную собственность, а на нем позволяет существовать вот этим странным незаконным формированием. А вот участок в 6,5 соток, вернее в 7 соток продается за 6,5 миллионов рублей. Вот, условно говоря, уровень цен и уровень тех потерь, которые на самом деле допустил господин Фазрахманов, отрицая решение двух судов, которые обязали вернуть участок муниципалитету. Следующая история, следующий кейс. По улице Молодежная, 12, в городе Давлеканово было продано помещение почти 680 квадратных метров по довольно-таки символической цене в 19 тысяч рублей за квадратный метр. Продано оно было, ну, недорого в итоге получилось, там, порядка 13 миллионов рублей каким-то очень хорошим и правильным, видимо, людям. Тоже с подачи господина Фазрахманова, все это было пробито, продавлено, все торги прошли. Зачем было продавать это помещение, если сейчас его арендует магнит и приносит свыше 6 миллионов рублей в год дохода вот этим хорошим и правильным людям? Вот в данном случае, если бы господин Фазрахманов преследовал интересы муниципалитета и района, и пытался аккумулировать доходы от собственности, которая все-таки ему худо-бедно досталась в этом районе и в городе, тогда в данном случае не надо было ничего продавать, надо было сдать магниту. И стоимость этого помещения и участка под ним автоматически отбивалась в течение двух лет. А следующие года это была бы практически чистая прибыль. Эти истории очень четко иллюстрируют то, насколько господин Фазрахманов и его последователь Мухаммедзянов, который полностью продолжает все его задумки, прикрывает все его вот эти вот шалости, они преследовали или не преследовали интересы муниципалитета и города, и района в целом. Ну и не могу не рассказать в этом контексте про все ту же, продолжить историю господина Самарина, а именно вот эти его несчастные постройки на улице Карла Маркса в Довлеканово. Мы говорили уже о том, что готовый дом, который он не может сдать, постоянно троллят вот эти господа из администрации, выдавая трехэтажный дом за четырехэтажный, заставляя там засыпать подвал. Засыпали подвал, все равно что-то не нравится. Вот буквально недавно господин Самарин привез туда представитель район и сказал, «Смотрите, я засыпал, ну как бы составляйте акт, я хочу сдать дом». Ему говорят, а мы не полезем туда, там же грязно, и ушли. Ну то есть это вот тоже какое-то конкретное издевательство. Добавить к этой истории можно то, что господин Самарин, в общем-то, планировал построить не просто жилье, а некий комплекс, включающий в себя детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс, на пустыре, который прилегает к территории этих домов, и попросил, письменно попросил администрацию выделить ему эту землю, вернее как не ему выделить, а выставить на торги, все законно сделать, он бы в них поучаствовал, получил бы эту землю, как он рассчитывал, и построил бы там детский сад и фок. Ему отказали. Участвовать так и стоит пустым. Более того, когда он стал жаловаться на то, что вообще-то по закону, когда есть обращение о выделении пустого участка на торги, администрация обязана его выставить на торги, и когда Самарин начал жаловаться в инстанции, Мухамедзианов не придумал ничего лучше, как заявить, что обращений не было. Но тут уже полный абсолютный подлог и вранье. А господин Мухамедзианов, конечно, демонстрирует то, что ему, видимо, завещал Фазрахманов, вот это противостояние реальным полезным идеям в районе, если они не несут личной выгоды. Мы уже рассказывали про тот дом странный, дом для сирот и жителей ветхого жилья, который был продавлен Фазрахмановым, заставили людей отказаться от торгов, дали возможность нужным людям получить землю, потом у них же купили несуществующие квартиры, и в итоге, значит, вот такой крах и непонятная ситуация. Ни сироты, ни нуждающиеся это жилье не получили. А в данном случае господин Самарин, например, конкретно, деятельно пытается улучшить ситуацию в Довлекановом смысле детских садов и физкультурно-оздоровительных учреждений, ему просто отказывают, не объясняя. Более того, шельмуя вышестоящее начальство, заявляя, что никаких обращений не было. Вот это возмутительная иллюстрация того, как прежняя глава администрации Довлеканов, господин Фазрахманов, ныне министр сельского хозяйства, и нынешний его преемник на этом посту, господин Мухамедзянов, доводят до ручки и без того не самый процветающий район республики Башкортостан. Я полагаю, что на все эти вещи необходимо обратить внимание руководству республики, Хабирову. Это для него было бы, может быть, очень полезно понять сущность происходящего, потому что, ну, как там ни крути, все объять быстро невозможно, и я вполне допускаю, что Хабиров не в курсе вот этого безобразия. И как вишенка на торте хотелось бы рассказать, вот на контрасте с этим вот жильем для неимущих и сирот, в декабре 2018 года, вот буквально в этом месяце, в том же самом Довлеканово, благополучно заселился дом на улице Байкальской. Заселился он в основном сотрудниками администрации Довлеканово. Они получили 20 квартир в этом доме, а вот лица из числа нуждающихся Довлекановского района получили там всего 2 квартиры. Вот это соотношение 20 к 2, 10 к 1, очень четко иллюстрирует соотношение интересов Довлекановской администрации, личных интересов и интересов населения Довлекановского района. Довлекановского района